В очередной раз оперативное совещание перенесли с понедельника на вторник, в этот раз потому что Хабирову пришлось ехать в Оренбург на встречу с казахскими братьями. Ну что тут сказать, подписчики наши сердятся, спрашивают меня в чем дело, почему нет выпуска, ну и Радий Фаридович самым бессовестным образом не учитывает того, что подписчиков у нас-то в два раза побольше, чем у каналу, на котором выходит его оперативка, и надо бы ему как-то более качественно все это анонсировать. Начало оперативное совещание Радий Фаридович с награждением. Первым делом вручил орден генерала Шеймуратова руководителю комитету по чрезвычайным ситуациям Фариду Рифовичу Гумирову. Этому милейшему человеку исполнилось 60 лет, и вот в связи с этим в старых добрых брежневских традициях словил Фарид Рифович орден Шеймуратова. Злые языки в последнее время прозвали этот орден орденом мертвецов, видимо, в связи с тем, что в основном им награждаются посмертно погибшие на специальной военной операции. Жутковато, правда, звучит как-то этот орден, выдуманный Хабировым в противовес старому башкирскому региональному ордену имени Салавата Юлаева, в последнее время раздается чрезвычайно щедро и, да, увы, в основном мертвецам. Не забыл, Радий Фаридович, и про любимый индекс промпроизводства. С февраля 2022 года этот индекс снизился на 9% и составил на конец октября 102,8% к прошлому году, но почему-то Радий Фаридович не перестает ему радоваться. Я специально посмотрел динамику индекса за весь год, так вот, он весь год падает. Я не понимаю, что вызывает восторг главы республики, но, видимо, ему нравится, как красиво он падает. Но, тем не менее, уже, вот уже 9 месяцев подряд индекс промпроизводства, а значит, и уровень, и объем промпроизводства в республике Башкортостан неуклонно снижается под воздействием того, что творит Владимир Владимирович Путин с нашей страной и с некоторыми другими странами. Но Радий Фаридович почему-то этому не вполне адекватно радуется. Дорогой Радий Фаридович амнистировал Ольгу Сараполову. Это такой, или такая, руководитель некого института развития городов республики Башкортостан. Что за организация до конца непонятно, но, в общем, как-то раз Ольга Сараполова сгоряча заявила, что ей стыдно жить в этой стране. Ну, нарвалась она там, знаете ли, на очередь в поликлинике. И вот женщину, значит, бомбанула, и она в социальных сетях заявила, что ей стыдно жить в этой стране. После этого с полгодика ей пришлось посидеть в Апале, потому что башкирский чиновник не может стыдиться того места, где он находится. Судя по всему, через полгодика стыд прошел, и Ольга Владимировна с прежней энергией продолжила осваивать бюджетные средства на любимой Радим Фаридовичем Ниве благоустройства и озеленения. Добившись недюжинных успехов в области распространения Араратской лиственницы не только вокруг побережья озера Кашкадан, но и везде, где только можно, а также добившись некого успеха на международной арене, получив премию в Париже за ржавую лестницу, которую она смогла установить в городе Белорецке, Ольга Владимировна Сарапова снискала вновь расположение главы, а заодно и словила на грудь орден почему-то Григория Аксакова. В общем, вчера Радим Фаридович наградил Ольгу Сарапову орденом Аксакова, тем самым дав понять всем окружающим, что больше не сердится на нее, а самой Сарапову и теперь не стыдно за то место, где она находится. Завершил вступительную часть оперативного совещания Радим Фаридович указанием своему правительству на то, что уже 20 декабря 3-й батальон имени Салавата Юлаева отправляется на специальную военную операцию уже непосредственно в зону боевых действий из Башкортостана или откуда они там отправляются, и в связи с этим правительство должно окончательным образом и самым тщательным образом оснастить и всячески обмундировать вот этот вот 3-й батальон. Ну, в общем, хотя бы заранее была названа дата. Традиционно первым докладом оперативного совещания был обзор Елены Прочековской на тему, о чем же говорят в республике. Ну, по крайней мере, ей так кажется, что она знает, о чем говорят и что беспокоят жители республики Башкортостан. Список, собственно, практически не меняется от недели к неделе. На первом месте по обеспокоенности дороги, дальше благоустройство, третье место ЖКХ, четвертое медицина, пятое социальное обслуживание. На шестом месте, по мнению Прочековской, находятся вопросы мобилизации. На седьмом образование, на восьмом строительство архитектура, на девятом проблемы общественного транспорта. Ну, естественно, они почти не волнуют уже жители Башкирии. Ну, и на десятом месте мусор. Отдельно Елена Анатольевна выделила то, что в последнюю неделю люди очень волновались и возмущались тем, что завалены улицы снегом в Уфе, что невозможно пройти. И в том числе невозможно пройти к медицинским учреждениям. Вот это прямо отдельно выделила Елена Анатольевна. Кроме всего прочего, были проблемы с записью на прием к врачам. И обращать на себя внимание, 21 ноября, это понедельник, 9 тысяч звонков было. Сразу скажу, что касаются они в основном записи на прием к врачу. После выходных тема вот именно медицины, она доминирует. И еще был акцент на то, что возросли запросы обманутых дольщиков. Ну, видимо, эти странные и очень терпеливые люди наконец-то очнулись, поняли, что ноябрь уже практически закончился. Скоро Новый год. А то, что им было обещано в сентябре, а то и в августе, вовсе не случилось. Ну, знаете ли, тут поезд уже совсем ушел. И скоро вам какой-нибудь приказ ФСБ выпишут о том, что вы не имеете права говорить не только об аспектах специальной военной операции, но и вообще о проблемах внутри страны. Ну, я думаю, что это будет несложно сформулировать. То есть, все, кто будут недовольны чем-то внутри страны, в том числе и, например, невыполненными обещаниями главы республики Башкортостан, все эти люди вполне себе могут, например, подпадать под какую-нибудь категорию изменников Родины, иноагентов или еще каких-нибудь нехороших редисок. Выслушав Елену Прочаковскую и постучав чем-то под столом, то ли костяным, то ли железным, Хабиров заповедовал главам муниципалитетов строго. Ну, вы глава муниципалитетов, это ваша задача – убирать территорию. Ничего необычного, зима пришла. Ну, вот примерно как-то так вот. Отдельно Хабиров обратил внимание Мавлиева на непроходимые дворы и необходимость чистить эти дворы в Уфе. Спасибо, там центральное вычищаете. Во дворах надо. Технику уже покупали, мы же малую дитя купили вам. Отрабатывайте эти вопросы. Ну, это вообще, кстати, очень ценное указание. А то вот этот сельский юноша, видимо, думал, что в Уфе все устроено примерно так же, как и там, откуда он к нам прикатил на самокате. Там, откуда он прикатил к нам на самокате, все устроено так, что люди встают с утра и чистят свой двор лопатами, ну, вплоть до коровника. Потом задают, значит, сено скотине и идут на работу. В Уфе не так. У нас нет коровников и у нас почти нет лопат, которыми мы чистим с утра снег до коровника. Ну, наконец-то теперь Мавлиев об этом тоже знает. В определенном смысле министр здравоохранения Айрат Рахматуллин был звездой этой оперативки, потому что ему вчера во вторник удалось выступить дважды. Ну, и первое выступление было стандартным про эпидемиологическую обстановку в республике. Айрат Разифович утверждает, что общее количество заболевших по республике – 336 150 человек. И я имею в виду COVID-19. И прирост за неделю, это уже я вычислил, Айрат Разифович нам такую цифру не называет, так вот этот прирост составляет 1470 человек. Это довольно-таки много на фоне последних цифр. Коек под COVID-19 осталось неизменно 390, 20% из них свободны. В больницах на данный момент числятся 200 больных COVID-19. Это тоже больше, чем на прошлой неделе. 2221 человек лечатся амбулаторно. Даже господин Рахматуллин, очень оптимистично всегда настроенный, который никогда не говорит, что у нас какие-то есть проблемы, сообщает о том, что недельный прирост заболеваемости отмечается и по Российской Федерации, и по Республике Башкортостан и составляет примерно 2%. Это у COVID-19. А вот недельный прирост заболеваемости у РВИ значительно больше, в 11 раз и составляет 22%. Действительно, очень многие болеют у РВИ. Очень сложно, кстати говоря, отличить это у РВИ от последних штаммов COVID-19. Стандартный доклад о ситуации в ЖКХ и на дорогах в Республике начала по обыкновению исполняющая обязанности министра ЖКХ Голованова Ирина Александровна и сообщила нам, что за истекшую неделю у нее было только 4 крупные аварии с отключением ресурсов ЖКХ свыше 8 часов и 12 некрупных аварий с отключением менее 8 часов. Упомянула все-таки Ирина Александровна о крупных авариях в Уфе, на улице Сочинской и в некоторых других районах столицы. Вот как-то пришлось, да, обычно она прямо об этом умалчивала, какой-нибудь крупной конкретной аварии, про которую вот все говорят, а у нее в докладе не было. В этот раз справилась. Было. Но нам сообщила Ирина Александровна совершенно восхитительные цифры. У нее, значит, на прошлой неделе на улицах работало по уборке улиц 1886 единиц техники и 3450 дворников. Ладно, с дворниками у нее как-то унилось, но в очередной раз все равно Ирина Александровна поразила нас цифрами. Если на прошлой неделе ей за 7 дней удалось отыскать и принять на работу аж 471 дворника, ну, в этот раз всего за неделю она смогла обогатить жилищно-коммунальное хозяйство республики, внимание, на 283 единицы коммунальной техники. Ну, то есть вот ровно настолько больше она назвала единицы коммунальной техники, которая принимала участие в уборках улиц и территорий. Ну, вообще, надо быть Ирине Александровне поосторожнее с такими достижениями, такими заявлениями. Как бы Ради Фаридович, как говорится, не взревновал, ведь лично он вручает каких-нибудь 2 или 3 трактора прямо на площади перед Конгресс-холлом, да еще и под музыку Аргамака, а тут, извините, втихаря отыскалось 283 единицы коммунальной техники. Ну, правда, есть, конечно, опасения, что отыскались эти все трактора и уборочные машины всего лишь в сознании исполняющей обязанности министра ЖКХ, а вовсе не на наших улицах, и это довольно печально. Дослушав доклад Головановой, Хабиров все-таки нехотя сообщил о том, что, как он выразился, удовлетворил заявление министра транспорта и дорожного строительства Александра Булышева об отставке. На прошлой неделе ко мне обратился министр транспорта и дорожного хозяйства нашей республики Булышев Александр Владимирович и попросил особыть эту должность в связи с переходом на другую работу. Я такое заявление подписал, поэтому я прошу администрацию представить кандидатуру, поискать, соответственно, на должность министра. У нас довольно много проектов идет, поэтому здесь затягивать, конечно, не надо. Уже к моменту, когда Хабиров делал это заявление, на самом деле всем, кто, как говорится, интересуется, было известно, что Булышев отправлен в отставку. И вот в странное такое время выбрал Хабиров между пусками доклада, как-то так вскользь об этом заявить. Ну, очевидно, было им очень неприятно об этом говорить. Ну, как бы все-таки министр транспорта это вам, как говорится, не какой-то петрушка на базаре, да? Хотя, как говорят у нас в Одессе, или. Ну, в общем, Хабиров заявил о том, что Булышев попросил об отставке в связи с переходом на другую работу. Вот тоже интересный вопрос. На какую другую работу? Обратно битум варить или все-таки варежки шить? Вот пока неизвестно, но очень многое говорит о том, что перспектива начать шить варежки в цеху где-нибудь в Ирбитской колонии у господина Булышева весьма такая ощутимая, хотя бы по тем признакам, что, ну вот, по данным, которые у меня есть из правоохранительных органов, господин Булышев уже вчера совершил ваяж в один из районных судов города Уфы в сопровождении граждан, мало похожих на сотрудников брачных агентств, которые его очень настойчиво туда сопровождали, но при этом Булышев с Дани суда покинул. То есть, какой-то санкции ареста он не получил. Ну, возможно, он получил домашний арест. Мы не знаем точно, но то, что его возили в суд, это факт. Так что, о какой работе идет речь, пока непонятно. Будем очень внимательно за этим наблюдать. А пока вернемся к докладам, которые продолжались на оперативном совещании. В отсутствии теперь уже вообще какого-либо министра транспорта, исполняющим обязанности сделали быстро на месте Руслана Гарипова, вот этого 38-летнего заместителя Булышева. И Руслан Гарипов сообщил нам о том, что ДТП на прошлой неделе в республике случилось 55, в них пострадало 67 человек, и, слава богу, погибло немного трое. Общее количество погибших в ДТП в республике Башкортостан на конец ноября составило 380 человек. И альфметическая модель этого процесса говорит о том, что в итоге по году мы получим цифру в диапазоне 420-430 погибших в республике, что не позволит говорить о выполнении задания, которое поставил Радий Фаритович. Помним мы эту планку в 400 погибших и не больше, но вот получится примерно так. Зато по пьяным план практически уже выполнен. Без малого уже 12 тысяч человек пьяных водителей пойманы на дорогах республики Башкортостан, а это только пойманных. Соответственно, это какой-то уже рекорд пьянства за рулем. 1% водителей, по моим подсчетам, то есть каждый сотый водитель в этом году был пойман пьяным за рулем. Это чудовищная, конечно, цифра с точки зрения безопасности дорожного движения. Абсолютно недопустимый факт. И вот с этим нужно начинать срочно бороться Радию Фаритовичу, а не со всякими ветряными мельницами. Далее, как ни странно, заслушали опять исполняющего обязанности министра транспорта Руслана Гарипова. Видимо, давая ему шанс войти во вкус и ощутить в полной мере внезапно возросший масштаб его собственной личности. Я не стану воспроизводить подробно содержание доклада Руслана Гарипова, но он бойко и складно рассказал Радию Фаритовичу о том, как прекрасно в Башкортостане обстоят дела с перевозкой пассажиров всеми видами наземного и воздушного транспорта. Ну, настолько он был убедителен, настолько аргументирован, сыпал цифрами и живописал картину, что невольно возникал вопрос, позвольте, а какие были вообще претензии к Булушеву и что здесь не так? Потому что, с точки зрения перевозок транспорта, по словам все того же Гарипова, у нас тишь да гладь, божья благодать, и Башавтотранс – это просто манна небесная, вообще, ну, чудо, прелесть и красота. В том числе, там, в области балета и авиационных перевозок. В общем, вот, правда, звучало это настолько глупо и настолько нелепо на фоне того, что только что было заявлено об отставке министра транспорта, что, ну, вот, я, честно говоря, был в растерянности. Хабиров подытожил доклад этого самого Гарипова не менее странным и нелепым образом. Он напутствовал транспортную сферу республики Башкортостан такими словами, что наши жители получают возможность вылетать туда, по крайней мере, куда, как говорится, на спуск. Не по-путински, пессимистично заявил Ради Фаритович, и как-то четко обрисовал и охарактеризовал то место, в котором мы все оказались. То есть, вот, надо стремиться и успеть попасть туда, куда нас еще пускают, как сказал Хабиров. Да, то есть, судя по всему, ворота закрываются, и скоро нас никуда, кроме Бишкека, и не пустят. В общем, вот, этот доклад я даже не воспроизвожу для вас, а рассказываю, как он выглядел в моем восприятии. Вслед за новоиспеченным, исполняющим министра транспорта, выступил министр торговли, защиты прав потребителей и прочих вот этого потребительского рая, господин Гусев Алексей Николаевич, который сообщил нам об организации школьного питания в Республике Башкортостан. Этот вопрос неизменно каждый учебный год вызывает массу проблем, нареканий, обсуждений, дискуссий и в родительском сообществе, и во многих других сообществах. Но, безусловно, это волнует многих, наверное, каждого родителя волнует, как кормят его ребенка в школе, и, соответственно, наверное, эта тема не может оставить никого равнодушными. Не исключение и этот учебный год. Тоже я натыкался во многих социальных сетях именно на такие обсуждения детского питания. В разных школах все по-разному. Тем не менее, господин Гусев утверждает, что его ведомство разработало некий стандарт питания для средней школы, обеспечивается родительский контроль за качеством питания, также работает у него пищевая лаборатория, которая контролирует качество и количество произведенного питания для школьников, и есть какое-то методическое предприятие, которое разрабатывает меню и рецептуру вот этого школьного питания. По утверждению господина Гусева, вдвое снизилась озабоченность родителей вот этими вопросами школьного питания. Я не знаю, каким инструментом господин Гусев измерял вот эту озабоченность, но такое заявление было сделано. Также он сообщил нам о том, что 96% овощей, 92% говядины и 94% яиц в составе блюд школьного питания производятся на территории Республики Башкортостан. Ну, в целом логика ясна. Чем ближе продукт находится к столу, тем больше шансов на то, что он будет свежим. Но наряду с этим, недавно совершенно, буквально вчера в СМИ вышли сообщения о том, что в одном из районов Республики власти аж конфисковали какое-то подозрительное поддельное сливочное масло, которое оказалось маргарином, именно у поставщика продуктов на предприятии, которые производят школьное питание. Так что судить однозначно, конечно, о ситуации нельзя, но, понятное дело, Гусев себя только хвалил, в том числе он рассказывал, как его хвалят другие. По оценкам ОСИ, практика организации школьного питания в Республике Башкортостан занимает первое место по РФ. На федеральном конкурсе «Лучшая столовая городской школы» по России первое место занял лицей номер 161 города Уфы, «Лучшая столовая сельской школы» третье место у школы номер один села Иглино. Ну, как хотите, так и понимаете вот этот доклад. То есть, может быть, вы скажете, что в вашей школе кого-то плохо кормят. Может быть, вы скажете, что ваш ребенок учится в 161 лицее Уфы и кормит его прекрасно. Не знаю, я вам изложил то, как этот вопрос излагал господин Гусев, но мы часто слышим не такую благостную оценку его усилиям, так что, как говорится, проголосуют по этому вопросу, наверное, сами школьники своими тарелками, как метко заметил Радий Фаритович, подытожив этот доклад, ну и, наверное, родители, которые следят за здоровьем и пищеварением своих детей. Когда глава непосредственно этим занимается и вникает, это бывает полезно. Пообщайтесь с родительскими сообществами, с детьми и посмотрите вообще, вот когда перемена заканчивается, просто встаньте и посмотрите, пустые тарелки там остаются или полные. Вот вам весь ответ будет. А вот завершили оперативное совещание вчера совершенно возмутительным, на мой взгляд, докладом, министр здравоохранения Архматулина о мерах по повышению доступности медицинской помощи. Вот настолько всеобъемлющая формулировка этого доклада, конечно, располагала к тому, чтобы мы услышали от министра здравоохранения региона о том, какие меры он принимает к тому, чтобы медицинская помощь стала доступна всем гражданам республики и в полном объеме. Однако мы услышали, на мой взгляд, практически противоположные вещи. Мы услышали то, как беспомощно ведомство господина Архматулина перед лицом тех вызовов, которые организовал для российской медицины Владимир Путин и те обстоятельства, которые нас сейчас окружают. В частности, министр здравоохранения Архматуллин заявил, что за год построено и введено в эксплуатацию 10 объектов здравоохранения. Вроде как звучит-то неплохо. Но что такое 10 объектов здравоохранения? Оказывается, это 2 поликлиники и 8 фапов фельдшерских автономных пунктов. Ни одной больницы, ни одного роддома, ни одного профильного медицинского центра в течение года на территории 4-х миллионной республики введено не было. Количество медучреждений, по заявлению Архматулина, здания которых находятся в аварийном состоянии, за год удалось снизить только на 5%. То есть, простая арифметика говорит нам, что до того момента, когда все медицинские учреждения республики Башкортостан смогут работать в неаварийных помещениях, пройдет 20 лет. Вы знаете, даже после Второй мировой войны, а для нас Великой Отечественной войны, наверное, меньшее время потребовалось для того, чтобы больницы, поликлиники, фельдшерские пункты в СССР начали работать в нормальных комфортных помещениях, а не в аварийных помещениях. А господин Архматуллин заявляет нам, что ему нужно 20 лет на то, чтобы все башкирские больницы, поликлиники и ФАПы работали в неаварийных помещениях. Об оснащении тех самых медицинских учреждений господин Архматуллин рассказал нам, что за год ему удалось закупить аж 111 единиц медицинской техники. Ну, вроде как, 111 единиц медицинской техники, это же неплохо, да? Но из этих 111 единиц только 6 – это высокотехнологичные, и только 2 единицы – это дорогостоящие, вот следует из отчета Архматуллина. А остальные 103 единицы – это что, просто клизмы, что ли, я не понимаю? То есть, если они недорогостоящие и невысокотехнологичные. Но этот полнейший бред, либо этот бред действительно царит в нашей медицине, что меня должно пугать и вас тоже, либо какой-то клинический идиот, простите, пишет доклады господину Архматуллину. То есть, кто мог вот так сформулировать доклад? Ну, и, значит, завершил свой доклад господин Архматуллин бодренько о том, как обычно о любимом, о вертолетах. Санитарная авиация Республики Башкортостан, которая представлена единственным вертолетом «Ансад», совершила в этом году аж 184 вылета на помощь страждущим. Я не знаю, много это или мало для 4-х миллионной республики, но, в общем, факт вот такой. По четырем показателям, в том числе по кадровым показателям, не исполняется нацпроект по медицине в Республике Башкортостан, показатели эти не достигнуты. И это, в общем-то, по сути, перечеркивает все эти странные бравурные выкладки господина Архматуллина. В Республике Башкортостан тупо не хватает врачей. Они не хотят работать в Республике, которую возглавляет Хабиров. Вот пора бы понять вот эту истину. Шатамач, у нас есть угрозы по показателям нацпроектов? Или там выправились? У нас ходу не можете сказать? Арат Фаритович, можете сказать? Есть четыре показателя. Да, Радиф Фаритович, у нас четыре показателя по кадрам. Это кадры также, да? Да, два из них условно достижимые, а два по обеспеченности, скорее всего, не достижимые. Значит, вы мое поручение выполняете. У меня есть некоторый контакт с студентами выпускных курсов Мединститута. Мы так время от времени общаемся в соцсетях, и я понимаю, насколько они не хотят и не будут работать в Республике Башкортостан после того, как они завершат свое обучение в этом ВУЗе. Даже если их там будут принуждать, заставлять и понуждать к этому. Выслушав вот этот странный, путанный и, на самом деле, провальный доклад Рахматулина, Хабиров стал недоумевать. Мы столько денег потратили на эту вашу медицину, что за недовольство граждан. Вот смотрите, про Чайковской все пишут, там, аж по 900, там, значит, а то и по 9 тысяч возмущенных писем в день по поводу, там, значит, невозможности записаться к врачу. Да там даже из Уфимских районов пишут, что там в НОРСЕ нет узких специалистов, нет давно. Записаться нельзя ни на когда, вот в какой-то там поликлинике в НОРСЕ. Радий Фаридович, разуйте глаза. Ну и, похоже, глаза у него начинают разуваться, потому что он дал сейчас задание после этого доклада Забелину организовать ему связь не с министром здравоохранения, а непосредственно с гражданами. Вот очнулся Радий Фаридович. Но люди не могут нормально попасть. Вот стать нормальным человеком, сказать, вот в какой-то деревне или даже в Уфе, вот живет в Сипалово человек, вот как ему попасть? Значит, Максим Васильевич, вы тогда вместе с Минздравом давайте сделайте так. Во-первых, чтобы главы муниципалитетов, главы муниципалитетов совместно с представителями Минздрава, ваши замы, проведите вот в течение, ну, до середины декабря или там до конца декабря, встречи с жителями в своих территориях. Вот нечто вроде управдома, но касаться будет темы как раз состояния первичной и в целом вообще медицинской помощи. Пусть главы муниципалитетов послушают. Обязательно, чтобы, понятно, были руководители, значит, системы здравоохранения муниципальных и представители Министерства здравоохранения. Все заместители пусть, значит, с кабинета выходят и едут туда. То есть он хочет услышать, как оно все обстоит на местах. Боюсь, что придется услышать ему очень много неприятных вещей относительно медицины на местах. Это, Радифоритович, вам не по РКБ-2 с палочкой ковылять. Вы такое наслушаетесь там, значит, про билибейский роддом, про многое что вы наслушаетесь такого, что волосы начнут шевелиться на голове, если, конечно, верное Прочаковское вас опять не оградит от этих, ну, совершенно бессовестно граждан Республики Башкортостан, которые ждут хотя бы какой-нибудь рентгенографии, а не прикладывания пустой клизмы к голове. Редактор субтитров А.Семкин